всем привет дорогие друзья с вами Милтон а мы продолжаем с вами играть в факторио и хотел сказать всем спасибо кто приходит на стримы по факторио я очень рад сидим болтаем подсказывайте мы развиваем завод не спешим все просто шикарно вам большое спасибо также приходите на следующие стримы они обязательно будут в этой серии конечно я хочу пройтись по всем тем об обучением что нам предлагают а предлагает нам ну хотя будут эти три пройти так ну а ну вот они вот обучение красным подсвечивается хотя по поездам пройтись посмотрите какого там вообще будет вот это первое второе второе сделаю первым я изменил чуть-чуть свой заводик после последнего стрима если вы не вообще не смотрите стримы и как бы вам не хочется столько часов терять ну нарезку и конечно делать не буду пробегусь конечно сейчас по-быстрому ну как как получится расскажу и начнем заниматься обучением так как вы помните здесь у меня стояла переработка железа точно также изначально с этой стороны мы ее ставили я ее разобрал потому что здесь вместо нужно было освободить я еще хочу сделать несколько полос этой стороны перенес ее ниже вот теперь так тут у меня сталь переводится вот железо теперь у меня снизу создается в первый контейнер 2 3 и 4 то есть очень очень много теперь железо у меня создается при этом еще наладил вторую полосу теперь у меня по двум полосам причем по синим полосам опускается железо у меня на основную шину на одном стримов мы сделали переработку нефти то есть ее храним ее перерабатываем потом ну саму перерабатываем легкое топливо и тяжелое топливо а ну и разумеется в нефтяной газ вот так же их храним и перерабатываем нефтяной газ он у нас едет вообще на все обычные ресурсы а вот легкое тяжелое топливо с ним по-другому тяжелое топливо перегоняется у нас в смазочную жидкость а остатки уже перерабатываются в легкое топливо легкое топливо уже перегоняется у нас в этот газ нефтяной газ вот а из этого газа мы делаем с вами серу ну все руки для производства серной кислоты в этом случае газ переводим сразу в пластмассу почему ты перестал работать уголь есть неужели мне попутного газа чем попутно не знаю ну тут написано попутный нефтяной газ не заел это у меня просто дупо не хватает капец переработка почему-то стоит на месте и нашел проблему меня просто не перерабатывал мой мазут ну то есть тяжелое топливо из того что просто проводочки забыл под подключить к резерву со смазочной жидкостью ну и по проводам ну и по словам провести провод теперь все заработало и сколько это времени было потрачено зря теперь ты надеюсь пластмасса у меня будет развиться да все пластмасс пошла с этим проблем у нас не должно быть и с этой крайней стороны я просто делаю серу серу отправляю по конвейеру вместе с пластиком наверх ну а саму серу перегоняю уже в ресурсы нужные нам здесь добывается камень камень у меня идет 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 на кирпичи и все в этом духе сера поступает сюда здесь из кирпича делаем печки делаем динамит из динамита динам тяжело какие там пульты я забыл крутокомбленные пули делаем ракеты в общем ими мимизировал по максимуму как мог так дальше разобрал всю линию поставки руды сюда уходит вместе рождеветки остальные две идут вниз на переработку стали да теперь я завод стали расширил теперь у меня стало гораздо больше печек что я понял что у нас на последнем стриме что стали меня просто катастрофически мало на производстве микросхем зеленых и красных я заменил сборочные автоматы первого тира на третий тир и теперь у нас быстрее производится наши микросхемки также мы добавочно собираем руду еще с двух жил точнее с одной и нет с двух жил все таки ну и подключил разумеется главные шины с рудой медной чтоб сюда тоже поступало здесь просто данная медь данные слитки нас уходят тупо только на микросхемки одни мы вот на красный микросхемки также однозначно здесь чуть выше тут то есть мы перерабатывали железо здесь у нас было перед про и было производство зеленых и красных колбочек я снес полностью перетащил вот сюда наверх к фиолетовым колбочкам теперь создаются зеленый и красный здесь но и фиолетовые и красные колбочки по этим всем нижним конвейером отправляется к нам вот сюда то есть перетащил минимизировал место освободил теперь у нас тут аж 4 полосы вмещается и это прекрасно сверху у нас пока я еще не разобрал синий завод но это будет чуть позже здесь у нас создаются модуль скорости который отправляется к нам для создания сборочных автоматов теперь у нас по три типов всех наших полезных механизм удается желтый красный и синий это очень удобный раз разобрал всю свою логическую сеть в плане подачи ресурсов на вот эту сторону тут и сверху теперь у нас вот всего лишь 4 конвейера не то что там была запутанной путаница здесь удобненько так все обрисовал поставил ну если хотите разобраться что к чему ставьте на паузу и смотрите что с чем соединяется создающие потихонечку лазерные турельки здесь у нас корпуса для дронов создаются потом буду дронов автоматизировать наверно каком те следующих стримов сейчас пока мне было не до этого как то так ну и да мы же дронов начали создавать я по всей базе расставил такие дроны станции если уменьшить тут можно увидеть где уже зацепил теперь как я что-то делаю они не приносит мне нужные ресурсы расставил также по всему заводу как и желтые такие красные сундуки из красных мне переносит нужны мне ресурсу например от манипулятор из красного сундука а в желтый расставил везде 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 чтобы весь мусор что у меня будет внутри раскидывался не только просто тупо сундуками там хранился а расставлял паса сразу попадала на конверные ленты носит даже не сразу чтобы он хранился и мог в любой момент попасть например вот уголь это не то ну как бы то но я поменял вот смотрите уголь поступает нам сюда и поставил фильтр то есть если у меня будет уголь больше 50 до пролетают дроны а больше 100 и закидывает именно в этот сундук наш уголь конверно наш манипулятор закидывает на конверную ленту и отправится уголь дальше и так со всеми ресурсами все что я вот тут в излишках назначил все это расфасовывается по всем сундукам очень удобно не засоряет сундук и это прекрасно ну а теперь долго не думая перейдем к мы к обучению мне кажется это разобрался давайте вот например про обучение по всем локомотивам и вообще до железнодороги в общем пройти обучение положитель рельсы горизонтальная давайте я понял наоборот мой как неудобно задачу по площадь с помощью планер планировки так тыкнул так 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 и не засчитывается а понял фото вниз я вас понял тыкнули и вниз понял такие закругляшки нужно делать все ну а то есть и честно будет но все-таки положите рельсы с помощью планировщика используйте рельсы планировка для проект прокатки рельс по существу плану киё завершение ох ты ё-моё то есть мне нужно такую же систему сделать тьфу ты для него что смотрите круг создал оказывается вот нужно было то есть тут план 1 и мы просто указываем как поставить надо разобраться удобно чтоб было мне ставим сюда сюда попробуем закруглить нет еще на 1 плюс так так пробуем закруглить можем и еще разочек все задача выполнена прекрасно расположить локомотив на пути поставил за счет топлива войдите в поезд вышел ускорьтесь у какая красота он полностью остановить поезд остановил пройти задним ходом также так набрать поиск нижней петли вот и это сделал вы закончили обучение вы можете продолжить эксперимент из прокладка рельс и планировых поездов без проблем ладно нас научили как бы как стрелить рельсы и как кататься дальше расписание поездов и остановок остановок цель данного обучения показать как использовать остановки и расписание поездов для раз для транспортировки руды между бурами окей поставьте установку на указать позиции так что выполнена задача поставьте локомотив на остановке я не знаю вот в эту сторону правильнее будет дальше заправить с помощью манипулятора не понимаю а вот фу ты ё-моё я думал что у него нету мне дали тут все и раз так лучше лучше заправили поставьте грузовой угон позади локомотива поставили дальше постройте манипулятор чтобы загрузить вагон железной рудой да без проблем ну такой себе ну все равно приятно добавьте станцию а в расписание поездов с условием ожидания полностью пуст так сюда 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 ждать до а а а вот сюда плюс а полностью пуст вот он переключить поезд автоматический режим поехал 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 загрузите железную руду из грузового вагона из заполнить ее печи окей так то есть на манипуляторы поехали 345 но пусть будет так даже стоит ли ну давайте вдруг там не будут справляться пусть хотя бы так потом еще разочек ну просто сделал по нижнюю макету почему бы и нет просто тупо по нижнюю макету так неудобно повернись и поехали а степы можно было бы сделать благодаря этим штукам ну ладно тут без разницы если честно главное все есть добавьте станцию б в расписание поездов с вами полностью загружен добавить станции б полностью загружен поехал будут автоматически возить руду между установками прекрасно хорошо хорошо как бы я в это и так сам понимал логически но все равно прекрасно спасибо мне главное просто пройти эти обучения то важно о если между блоками не будет светофоров поезд поезда могут сталкиваться ха 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 вот она что теперь поезда не будут сталкиваться благодаря тому что на рельсах есть светофор каждый светофор разбивает путь на блоки и цвет светофора показывает если в блоке поезд а то есть вот он блок в конце ставим светофор если тут поезд или нету он это учитывает и все еще просто становится поставьте другой светофор чтобы завершить под пусть чтобы разрешить поезду поехать я просто не знаю сюда достаточно что вообще не ставится только здесь можно поставить а вот тут еще а и оператор этот ломал голову поставьте светофор чтобы красный поезд мог проехать понял здесь так ну ни хера себе опа то есть тома заблокировал тут разрешил кем поставить светофор чтобы красный поезд мог проехать красный нам берет ты туда здесь то есть мы так так запретил проезд по двум сторонам то есть сейчас за 100 вот чтобы красный поезд мог проехать так татата разумеется везде должны быть светофоры на этом мини обучение окончено ну чуть-чуть знаете со светофорами обучился прекрасно продвинутой же светофоры проходной светофор второй типе железнодорожного светофора они считывают сигналы следующих за ним светофоров на пути зеленый сигнал проходной светофор означает что все пути свободны все светофоры перед ним зеленые то есть поехал сменился когда он остановился там стал синим ну то есть 1 светофор 2 светофора один как бы занят другой нет окей желтый остык понял продолжить синий сигнал значит что что лишь некоторые пути свободны в этом случае один или несколько цитофоров после проходного показывает красный поезд проедет через синий сигнал если нужный путь свободен вот иначе окей да например и проходной стафор показывает синий сигнал значит не все пути открыты поезд будет ждать пока его путь освободится а то есть ты вниз не можешь поехать серьезно вот не круто красный сигнал значит все следующие пути заняты свободных мест нету типа поезд будет ждать перед проходным светофором ой окей ну там и так было понятно здесь голубой поезд блокирует пересечения из-за этого красный не может продолжить путь к станции как только голубой поезд при проедет красный прошло путь ну да прикольно тык тык муки еще приехал проходной светофор расположен перед пересечением разрешает двигаться поездам только когда пересечение свободно и как и когда собой любой из пути после перечисления а ну да чтоб не останавливался здесь он тут могли кататься как освободился так он дальше поехал ну да то есть мы ставим тут глобальный стафор он считывает всю дорогу муки поставьте светофор чтобы красный поезд продолжу пусть к своей своим станции вот он да вот он да то есть это сейчас не сможет поехать и тут остановится вот так 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 я правильно сделал это отлично запустить сбросить поезда подожди как-то ты неправильно работаешь голубчик а вот так нет он должен считать тебя так получается запуск а все сбросить поезд ну если его поставил как бы да он тут блокирует он до сюда доезжает и все дальше не может по факту тогда и вот здесь только не готова а вот развернул все хе-хе ну как бы правильно сделал но я бы еще вот этот убрал бы теперь запустить поезд чё чё ты становился а а если мы поставим тебя сюда хм окей я понял продолжаем поставьте светофор чтобы красный поезд продолжил путь к своим станциям так у нас два красных поехали тебя сюда проверка здесь проверка здесь так все поехали подождите нет плохо плохо вот здесь тоже нужно поставить ну ладно в общем понятно поставьте светофоры чтобы красным поезда продолжил путь к своим станции красный 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 а если запустить что получится бросить все то есть тут еще у нас есть так 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 по факту вон снизу поехал блин то есть у меня есть еще один светофор могу поставить здесь запуск «запуск-то» и так смотрите-ка Если поставить здесь И здесь светофор То он же считывает всю дорогу То есть Если есть красный он остановится И здесь то же самое И здесь у нас посередине стоит Остановился поехал Этот успел проехать А эти поцеловались Отстой конечно Хотя бы знаете Прошел то хорошо Продолжаем поставить светофоры Чтобы красный поезд продолжил путь Своим станциям Красный тут О щит Очередная головоломка Так это Они сейчас все вниз поедут У нас разумеется Здесь наверное смысл нету ставить Есть Мне очень интересно как они поедут Куда Эй Вначале считаем всю дорогу Да Тут Да Все То есть мы должны считать Может он ли он туда поехать И по дороге Здесь должен быть красный светофор Однозначно Как это сделать То есть тут все зеленые Здесь говорит зеленый Красный Но все-таки Я не знаю просто как он считывает его Я сейчас везде по натуке Блин Это такая херня Серьезная херня Пол Капец Так Поставим тебя Сюда Мне интересно еще раз что произойдет Тот остановился Еще раньше Как и должно быть Потому что светофор красный Все верно Что Я понял Если мы ставим тут Он считает Вот эти два светофора Видно что красный И видно что зеленый Да Мы как можем пройти Просто убрать этот светофор И что случится Запуск Пойдем И что мы можем сделать Убрали здесь светофор И поставили здесь свой Мы можем запустить Он даже с места не сойдет Ну и все наши поезда проехают Прекрасно Потому что этот останавливается Этот смог проехать И все в этом духе Да Это как бы можно так сделать Потому что он считал данный светофор Но Мне не знаете что не устраивает Потому что он просто убрал тупость светофора Мне кажется Как-то тут можно еще По особому это пройти Можно Наверное Запуск Он дальше не поехал Потому что тут стоит А он должен был поехать дальше Ну блин Это я еще терял И убрал просто одну полосу Это мне не нравится Это мне капец Как не нравится Нужно понимать Если на других Сторонах поезда В общем Буду еще разбираться Дальше поехали О Мини обучение пройдено Так И последнее У нас осталось обучение Планировка ЖД станции Расположить А это я только что проходил Так Ну окей Расположите план рельс Средствами в руке А ну окей Вот так вот Понял Нет Это я не проходил Положите План рельс С помощью планировщика Чтобы сделать Планировку Пам-пам Понял Для вас понял Теперь Вау Можно сразу круг делать Мне нравится Хе-хе-хе Я восьмерка сделал Никогда Соедините рельсы С Образом Изгибом Нажмите Р Или shift Плюс Р В режиме планировки Чтобы изменить направление Ух ты Ты как Сейчас буковку С замутим Сейчас Все будет Или Ш Ох ты Как здесь Все Запутано Так Ну буква С Это у нас Вот Так Оставайтесь Расположить рельсы В один клик Ну Да почему тут А можно Тьфу Ты Так Так Гораздо А тут Что у нас Опа Так я Аж Сделал То Что Вы Просили Херня Какая То Или Я должен Эту точку Тоже Сцепить Пока Буду Делать Задачу А А А Я думал Просто Букву С Нужно Было Сделать А Сди Блин Че Срочно Не Сказали Распланирую Путь Между Двумя Рельсами До Этого Так От Мота А От Этого Тьфу Ты Окей Пожалуйста Изи Положите План Через Деревья И Камни Попробуем А Просто Через Деревья Камни Окей Это он Как-то С Изгибом Расположите План Пути Через Лесную Область Откуда А Вижу Откуда Докуда Распланирую 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 Канал Ну а С вами Был Милтон И Всем Пока Пока